Хо-хо, дружок мой, давно мы с тобой не виделись. Буквально четыре дня. Настя, ты всё сложила? Да. О, вы уже тут что ли? Ну тогда погнали. Ребята, всем привет, вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь, если ещё и не сделали. Я вас приглашаю в новый выпуск. И куда же мы едем? Едем мы в Москву, я думаю, по названию видеоролика вы уже всё поняли. Выезжаем мы из Краснодара, едем как бы не в саму Москву, а едем мы в Подольск. Накопилось очень много дел, много вопросов, которые нужно закрыть, нам надо там ещё остатки расхламиться, и всё, со спокойной душой уже выдохнуть, и, так сказать, забыть про это направление, там, не знаю, на какое-нибудь время. Не буду затягивать, давайте начинать. Как я уже сказал, выезжаем мы из Краснодара, едем не в саму Москву, а рядом в город, в Подмосковье, город Подольск. Подольск. Взгляните. Так, строим маршрут. Ехать нам, ребята, 1321 километров 14 часов. Посмотрим, как будет, заправиться нужно. Покажу вам, какой здесь бак, и насколько хватит нам полного бака. Выезжаем, значит, машина у нас Mercedes ML, 320 маркировка, дизель. Посмотрим, какой будет расход. Также едем по платнику, у нас есть вот такой вот транспортер, его нужно сейчас нам пополнить на 1500, залетаем на платку и попёрли. Итак, смотрите, первое, что нам нужно, это, естественно, пополнить. Я, короче, не знаю, как пользоваться тут всякими скидками. Вот у нас на балансе ещё с того раза осталось 12 рублей 50 копеек. Так, нам нужно закинуть 1500. 1550 закинем, чтобы на всякий случай уж точно. Выбираем Apple Pay с правилами ознакомлен, пополнить баланс. Так, выбираем карту и считываем мою физиономию. Так, всё отлично, оплата прошла 1550. Проверяем баланс. Вот, 1562. Значит, этих денег нам хватит доехать по платнику. По платнику до Подольска. Погнали. Ребята, я хочу для себя зафиксировать показатели. Смотрите, значит, после старта пробег 0. Расход, это понятно, у нас сейчас пока немножко грелось, да, там в течение 5 минут. Время мы выезжаем без 5.11, за бортом 34, но она на солнце стояла. Посмотрим, какие показатели у нас будут, когда мы приедем. И да, кстати, по бензу у нас четверть бака. Сейчас заправимся на Роснефть и посмотрим, насколько вышло. Как всегда, въезд в Краснодар и выезд в Краснодар всегда стоит. Как говорится, ничего удивительного. Но сам въезд, конечно, стоит пожёстче, чем въезд. Так, вот мы подъезжаем к развязке. Ростов-на-Дону прямо. Джукпа-Новороссийск. Съезд направо. Ну, я бы, конечно, выбрал лучше съезд направо, чем прямо. Но нам нужно гонять до Москвы. Ну, собственно, смотрите, вот мы спускаемся с этой развязки. И четко попадаем на платную дорогу. Здесь можно выставлять круиз-контроль уже на 110. Вот. И ехать, так сказать, не спеша. Прямо, 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 прямо. Конечно, всё самое интересное вам покажу. Как будем проходить платные участки, я тоже вам покажу. Единственное, что мы когда купили этот транспортер, мы проскакивали под пунктами, там, где нарисован транспортер. Мне потом в комментариях написали, что ты можешь абсолютно в любой пункт заехать, даже где наличка. И там откроется шлагбаум, и ты проедешь, чтобы не ждать ни в каких очередях. Даже по транспортеру бывает очередь. Я тоже, кстати, это уже показал в выпусках. Поэтому попробуем проскочить сегодня. Прямо сразу на первом платнике, там, где я занал. Покажу вам, действительно ли это так. Так, смотрите, значит, в Хореновске на выезде, получается, есть ближайшая по пути заправка Роснефть. Мы на неё и заезжаем. Дизель здесь 47,85. 95, 50, 70. 100, 57, 40. Так, сейчас здесь сделаем красиво полный бак и покажу вам расход, насколько хватает полного бака у этой машины. Я не знаю, кто ли заскочил. Итак, мы заправились. Смотрите, вышло у нас на 4,121 рубль. Залили мы, так, сколько мы залили? Это 86 литров. Запас хода у нас на 1000 километров. То есть, по сути, в следующий раз мы будем заправляться где-то в Тульской области. Но прям на совсем на чуть-чуть. У машины бак 100 литров, представляете? Я обожаю за её вместимость. У неё расширительный бачок литров 8, по-моему. И бак 100 литров. Но это как у большой машины на дальняке ездить. И заодно хочу вам показать, что, смотрите, мы проехали 57 километров пути. И в пути мы, ну, примерно 45 минут, пока мы погрели машину. Пока вот мы сейчас стоим на парковке, жду Насеньку, когда она отсюда придёт. Вот. И хочу ещё вам рассказать про один лайфхак. Вдруг кому-то надо, кто-то, например, в Сочи едет прям, да. Смотрите, на этой заправке в Кореновске есть при Роснефти мотель. Также тут есть мойка самообслуживания и грузовой шиномонтаж. Ну, это тут, не дай бог, там кому-то шиномонтаж будет нужен. Вот знайте, что здесь, в этом комплексе есть, в принципе, абсолютно всё. Мы продолжаем дальше путь. Погнали заезжать на платную дорогу. Вот так, до Ростова нам, по-моему, осталось километров 20. Все боятся Ростовскую область. Наверное, если вы смотрите, знаете почему. Посмотрим, как мы проедем. Какое-то там Батайское кольцо. Покажу всё. Итак, ребята, смотрите, заезжаем, значит, мы на платник. Здесь сразу есть информационное табло, что, как и сколько стоит. Кстати, да, ночью скидка, по-моему, 30, что ли, или 40 даже процентов на проезд. Что за наличку, что за, как его называют, господи, что по транспортеру. Едем мы днём, поэтому скидочки у нас никакой нету. Вот уже впереди. И как мы с вами договаривались в начале выпуска, давайте заедем на пункт, не по транспортеру, а там, где наличка. И посмотрим, откроется ли для нас шлагбаум. Такой сделаем некий эксперимент. Но давайте при условии, если не будет сейчас очереди за нау. Потому что я что-то наблюдаю, что там стоят машины. Здесь надо, естественно, сбрасывать скорость. Мама! Это мама я, это мама Марины. Так, вот, видите, всё наличка получается, а слева транспортер. Получается, везде сейчас очереди. Давайте мы сюда еду я со скоростью 60, притормаживаю. О, видите, он запищал, открылся. Шлагбаум, и всё, я снова могу разгоняться до своей скорости. Так, давайте наш эксперимент тогда откладываем на следующий пост оплаты, посмотрим, будет ли там очень, ну правда не очень хочется стоять в очереди, не хочется быстрее доехать до Подольска. Так, мы, значит, смотрите, подъезжаем с вами в такой развязке, где дорога будет уходить уже там прям напрямую. Платник до Москвы, вот видите, прямо Ростов-на-Дону, Воронеж, новый город у нас появился, а если бы направо, то Тихорецк, Кропоткин. Так, ну нам, соответственно, ехать прямо до конечной точки, почему-то он никак не обновляет, 1200 километров, навигатор что-то купит у нас. При том, что здесь уже стоит знак, что за центром Москвы 1200 осталось, не знаю почему он так купит. Так, вот разворот на Краснодар, Ростов, Москва, Минводы тоже направо. Здесь ограничение скорости 70 километров. Так, у нас пытается дождик моросить. Погодка портится, но за бортом по-прежнему 23 градуса тепла, но там такие прям тучки-тучки. Папа, сколько времени снимать, да? Ну и, собственно, вот видите, все, мы съезжаем. По-прямую, которая будет без каких-либо отворотов. Еще хочу заметить, что вот кто, например, возвращается домой, да, здесь есть на дороге вот такие вот кубанские ярмарки, где вы можете остановиться и затариться какими-нибудь овощами, орехами, ну, короче, сезонными фруктами, овощами из Кубани по доступным ценам. До Москвы 1195 километров. Итак, подъезжаем мы ко второму, получается, платному участку. Вот по-прежнему табличка сколько стоит. Ну, типа нет из банки капитала. Да, кто не знает, на каждую машину там зависит вот категория своя цена на проезд. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь с очередями. Слева два пункта, это у нас по транспортеру, остальные за наличку. Слушайте, ну вот очереди везде, видите, и даже не в одну машину, а в несколько. Так, окей, значит, здесь мы опять едем по транспортеру. Подъезжаем, и что? Чик открылся, и поехали. То есть вот сейчас я прошел на скорости 40 километров данный платник. Вот я вот это вот так накрыли уголку, я вот это кусочек. Так, ладно, наш эксперимент снова откладываем на следующий пункт, посмотрим, как там будет с очередями. Но хочу сказать, что достаточно уже прилично, вот 2-3 машины, и есть пробка на пунктах оплаты. Это вот те люди, которые, видимо, возвращаются с моря. Кто-то сейчас напишет, ой, это вообще мало. Но посмотрим, как будет обстоять дела, когда мы будем ехать обратно, как раз в сторону моря. Так что подписывайтесь на канал, совсем скоро мы будем ехать из Москвы в сторону Краснодара. И посмотрим, какие дела будут уже в ту сторону. Наверное, будут пробки, будем стоять долго и комфорно. Итак, ребята, мы заезжаем снова на заправку. Но не для того, чтобы заправиться, а для того, чтобы нам перекусить. Фух, 200 километров проехали, а что-то у меня задница затекла. Еще и на улице душно. Я не знаю, мы выезжали, было одна температура, сейчас уже градусов 30. Духота! Солнце вот не светит, ну, тупо духота. Смотрите, какая там погода. А еще мы забыли собой стол. Ну, как забыли, мы просто его с Настенькой друг друга не поняли, и я его просто не взял. Вот, как и людей сейчас здесь разложили. Причем посуду походную мы и взяли. Сейчас будем как-то здесь раскладываться. Плиточку, чайник, гречка, курочка. Короче, ржу не могу. Достал горелку. У нас нету зажигалки. Настенька захотела чай, а чай мы не взяли. Настя, мы еду хоть не забыли? Да не знаю, проверим. Короче, жесть. Прикол, ладно, сворачиваемся. Потому что торопились, правильно Артем говорит. Так, смотрите, у нас на обед, значит, гречка с курицей. Это Настенька сегодня приготовила утром, и мы взяли это в дорогу. Вот, отличное решение, пользуйтесь нашими советами. Вообще, мы купили чай на заправке. 60 рублей один пакетик. Как целая пачка почти. Вот, ну, как говорится, скупой платит дважды, а дурачок трижды. Вот мы и с дурачком, блин. Итак, мы отдохнули. Спустя 200 километров всего лишь перекусили. Ну, так случилось, что вот мы поздно выехали, поэтому нам нужно было пообедать. И детвора сейчас отправляются на обеденный сон. И, наверное, Настенька вместе с ними. А я с вами продолжаю ехать и показывать вам дорогу М4. Так, у нас, значит, появляется первый пост ДПС. Это, по-моему, как раз Ростовская область. Заезжаем. Бум-бум-бум-бум-бум. Здесь такое большое прям сужение. Опа. Смотрим, что у нас тут. Ну, на нашей стране, в общем, никого нет. Ущербский какой-то стоит. Пока проезжали пост, Родион уже готов. А Артем еще тянет. Да, тянешь кота? Да. За хвост. За хвост. Так, ну и Настенька тоже почти готова. Хотел сказать, я тоже почти готов, но нет. Мне еще ехать и ехать. Еще тысячи километров. А вот мы уже как раз объехали в Ростовскую область. Там висела стелла. И здесь начался отличный участок дороги, где можно ехать 110 по знаку, ну и плюс 20, 130. Таких участков на М4 мало, но они есть. Вообще, конечно, мне кажется, могли бы всю дорогу такую сделать. Вот и закончился участок, где можно ехать нормально. Вот видите, сейчас писал знак 7, 10, камера. Так, ну здесь, видимо, из каких-то работ, наверное. А вот снова знак 110. Мы, кстати, подъезжаем сейчас к очередному тоже платнику. Колонна идет прям такая достаточно плотная. Вот даже грузак впереди начинает нервничать. Потому что знак вроде висит 110, а потянутся в левом ряду 90. Так, ну и все. Видите, пошло, так сказать, уменьшение скорости. И вот он, пункт взаимания платы. Итак, смотрите, здесь слева в крайний, вправо предпоследний. Можно проехать по транспордеру. И посмотрите, какие уже почечки, ребята. Что на оплату по транспордеру. Так, а мы сейчас вот сюда пойдем, чтобы в площади не стоять. Смотрите, прям резко вот сюда так шикс. Так, ага. Ну окей, давайте, смотрите, мы едем за наличку. Так получилось, что мы встали. Давайте посмотрим, откроется ли мне шлагбаум. Вот так вот получилось, что мы сюда заехали. А тут, кстати, вот машины проезжают. Сейчас посмотрим. У меня, кстати, по-моему, вообще транспортер. Уже даже пикнул. Вот дела. Это все делаю ради тех, кто сейчас смотрит и думает, что транспортер покупать не стоит. Вот, ребята, стоят. Вот смотрите, как мы долго стоим в очереди. Но больше так делать не буду. А все едут прям. Да, вот все, кто транспортер, вот они прям быстро проезжают. А мы вот стоим в очереди, типа, за наличку. Хотя вот, у нас есть он. Но я специально хочу посмотреть, откроется ли нам шлагбаум, если мы здесь будем стоять вот по транспортеру. Сейчас посмотрим. А, ну вот, видите. То есть он мне и открылся, и мы вот так вот проехали. То есть, получается, он даже не закрывался. Но как следует не получилось проверить автоматическое открытие этого шлагбаума, да, по транспортеру. Потому что пробка, сами видели, какая. А это и то, да, дорога, так сказать, в Москву. А если ехать в сторону моря, то, слушайте, ребят, ну, на самом деле, лучше приобретите все-таки себе эту штуку. Время точно сэкономите. Окупаемостью этой карточки получается пять раз. Вам нужно прокатиться. И тогда вы ее купите. Но по мне тогда лучше сэкономить время. Так, ребята, вот кто будет ехать в сторону юга, и сейчас смотрите данный видеоролик. Вот, смотрите. Идет мощнейшая реконструкция на этом платнике. И вот сами видите, какой большой хвост. Это мы, кстати, заезжаем вот в город Батайск. Тут вот полно всяких парковок, магазинов, всяких там автозапчастей, разборок для грузовых. Может, кому-то будет нужно. Вот, также есть съезд. Туда, получается, на Ростов. Вот она. И здесь, конечно, такая большая реконструкция. Мы сейчас подъезжаем, кстати, как-то кольцо. Сальское кольцо, по-моему, называется. На нем пост ДПС. Соответственно, сейчас тоже покажу. А вообще, видите, вот такая вот здесь большущая реконструкция. Дорогу расширяют, улучшают. Но это, конечно, неудобства мощные, особенно в сезон. Вот он, пост ДПС. Тут надо быть предельно внимательным. В нас или в лифте? Не, не знаю, кого. Вот видите, здесь вот так всех чип-чип-чип, тормозят. Не знаю, в кого он ткнул жезлом. Мне кажется, как в того, в виде нас. В нас, не в нас. Либо остановиться нужно там, либо что. Ну ладно. Если что, догонят. Непонятно абсолютно. Вот такое круговое движение. Вообще, на этом кругу всегда очень много ДПС. Вот мы сколько ездим, всегда по одному видим. Потому что, наверное, пост вообще неправильно расположен. На нем машут своими палочками. Вообще непонятно кому, непонятно зачем. Странные ребята, конечно. Ростовские парни. Вот тут, короче, знак висит. 50. Вот, ну вот машины все едут. Едет вот ДПСники, не знаю, с чем они так едут медленно. Но смысл в том, что, возможно, в камеру... О, видите? Видите, сразу флэкс? Что он? Куда он уезжает так быстро? А я знаю, куда он уезжает. Он останавливает камрюху. Которая не остановилась там. Нет, потому что она нарушила. Они специально едут медленно. Здесь знак 50. Вот она подстава. Вот она подстава, ребята. Вот видите? Хлоп, все сразу же. И тормознул. Смысл подставы в следующем. Патрульная машина едет со скоростью 70 км в час. Естественно, за нами, как бы, такая, за ними получается, такая пробка уже собралась. И все ползут. Начали обгонять. Я тоже хотел обогнать. Передо мной вот эта серая Chevrolet перестроилась вправо. И я, как бы, вижу эту патрульную машину. И, естественно, не стал, как бы, понимая эти все подставы. В итоге камрюха их обгоняет. Ну, так, плавненько, буквально, может быть, километров 75-80 она ехала. И сразу, видите, они сирену включили, их обогнали. И все, сейчас выпишут ей штраф. Вот так вот здесь работают сотрудники. Что думаете? В комментариях пишите, либо пишите, на какие подставы нарывались вы. Вот мы объезжаем, получается, Ростов. И у нас испортилась погодка. Идет дождь. До Москвы с чекилометром. И мы попадаем в пробку перед городом Аксай. Немножко потолкаемся. А вообще плюс дождя на трассе, это то, что все сейчас мошки слабоча смоются. В общем, пробка здесь из-за того, что ведутся ремонтные работы. Получается, три полосы сужаются в одну. А крайняя, правая, с нее можно уйти только направо, на Ростов. Сделать съезд. Вот, поэтому вот долго, упорно толкаемся. Ну, ребята, кто едет в сторону юга, готовьтесь. Пробки. Огубь овощи. Хвост очень длинный. Значит, на трассе М4 много вот таких вот грузовых машин, которые везут, наверное, какие-то фрукты, арбузы, зерно. Едут очень медленно и собирают за собой хвост. Помимо того, что ведутся реконструкции, да, пробки, так еще и вот эти машины помогают двигаться медленно. Так, ну что, мы наконец-то разменяли тысячу километров. Теперь до Москвы, смотрите, осталось 994 километра. Кавин-Шахтинск, 63, Воронеж, 494. Мы в пути уже 342 километра, 3 часа 45 минут. Вот, из-за бортов по-прежнему 29 градусов. Остановка на 1. Да, делали вот одну остановочку на 1. А еще на платнике полно фур, которые вроде обгоняют, но обгоняют с маленькой скоростью и маленькую скорость. Прям, конечно, это тоже заставляет оттормаживаться и, соответственно, время теряете. Итак, делаем мы, значит, вторую остановку. Как говорится, по нужде детворе. И заодно сделаем перекус яблочки, бананы, фрукты. Ну что, мы заезжаем в Каминск-Шахтинский, или Каминск-Шахтинский, как правильно, и попадаем вот в такую вот небольшую пробку. Там тоже ремонтные дорожные работы. Вот, ну пока вроде двигаемся. Мы, кстати, разменяли уже цифру в 900 километров до центра Москвы, 800, 70 с чем-то. Мы проехали за 441 километр в пути, 5 часов дороги, и 40 минут было на перекус, на обед. А сейчас на улице, ребята, 31 градус. Здесь очень жарко, вот прям кафе. Так, и вот мы заезжаем в Воронежскую область, в Каминск-Шахтинский район. Павлов 103, Воронеж 271, Москва 77. И вот здесь вы можете наблюдать, какая здесь, ребята, большущая реконструкция. Здесь, видимо, расширяют. Справа тоже что-то будут делать, не знаю пока. Но в самый час пик пробки, конечно, однозначно будут. Так, иди камеру на 50. На 50, я понял. Мы, значит, смотреть, мы, значит, проехали 561 уже километр. В пути мы почти 6 часов, 5.54. И минут 40 у нас ушло на обед. Это поселок Дядин, по-моему, так он называется. Это первый вообще поселок, в котором нужно держать скорость 60. Вот так вот пока сколько ехали, везде там 90, 110, 80. А тут вот 50, да. Гляньте, какие тучи впереди. Погода меняется. Вот. Пустите. Так. Бассейн едет. Как будто на участок. Да, там такая молния сверкает. Ну, возможно, нас накроет заодно и смоет слабача все эти мошеты топливных разбившихся. Сейчас висела табличка, что участок дороги без АЗС. То есть предупреждение такое, что нужно заправиться заранее. В общем, ребята, на М4 много вот таких вот зон для отдыха, где есть туалеты, лавочки, душ. То есть вот здесь вот можно остановиться, выбрать себе местечко и перекусить. Вот так вот это выглядит. Давай сейчас вот так вот подъедем. Опа. В общем, вот так вот, ребята, выглядит парковка. Да, здесь есть место и для больших грузов, да, и для маленьких. Это туалет, в принципе, нормальный. Следующий только через 20 километров. Мы здесь кушать не будем, мы просто здесь сходили в туалет и поедем дальше. Перекусывать будем в машине. Ну вот, видите, всех кошек с мылом. Красота. Мы, конечно, ливень не заставили, он как-то нас везде стороной накопходит. Но дорога покрая здесь, прям нормально так. Дождик болел. Так, ну что, мы подъезжаем к пункту оплаты. Пункт взимания оплаты за использование трассы. Так, что-то я разогнался, тут надо 70 вообще ехать. Так, знаете, смотрите, здесь все свободно. В эти, соответственно, проезжаем вот здесь, где нас сейчас читает транспортер. Зелененькая ячеечка. И, о, чик, звук, чушь, на 30 километрах я проехал. Все, разгоняемся и едем дальше. Фуры вообще-то кугарно друг друга обгоняют. Ну, здесь можно ехать, да, 110. Они обгоняют 50 километров в час друг друга. Конечно, ну, типа, куда им деваться, а что делать-то, ну, в целом, это жестко сбивает. Ты идешь нормальным ходом, и вот они начинают, колонны, друг другу. Видите, этот обогнал, сейчас его будет этот же обгонять, зачем-то непонятно, потому что тут едет какая-то контейнеровоз, это-то ничего, это... Ой, вообще прикол. Никто намешал. Да нет, никто намешал. И вот они целой колонной, друг письком друг за другом обгоняют. Так, и вот мы снова подъезжаем на пункт усымания платы. Так, ну, смотрите, здесь, значит, такая обстановочка. Я вижу, что на транспортер тоже есть так называемая очередь. Вот машина, видите, не туда заехала. Значит, все, что я вам проговариваю, не зря говорю. Вот, видите, не туда поехал. Видимо, он занал, у него нет карты. И что? И он не работает. А, нет, вот сейчас в моем пути. Вот, поэтому не разгоняйтесь никогда, потому что вот так вот система может затупить и не открыть шлагбаум. А здесь на платках висят таблички, что сбивая шлагбаум, вы становитесь участником ДТП. Вот, поэтому внимательней. Дело-то уже к закату. Самое сложное время, наверное, в пути, когда начинаются сумерки. И мы подъезжаем к очередному платнику. Платный участок. Бегест на платный участок. Дороги, таблички. Посмотрите, какой он широкий. Так, здесь, значит, у нас, смотрите, вот. Это, кстати, платник вообще, походу, такой самый большой из всех, который мы вместе с вами сейчас видели, где можно проезжать по транспортеру. То есть, вот смотрите, раз-два только окошечка желтая и с той стороны желтая. И типа на этом сюда какой-то шлагбаум поломанный. Вот в этот поеду. Вот. Опять на 40 километрах в час я прошел. Э, э. Смотрите, а почему дорога там осталась? А я тут. Сюда, как-то поможешь. Да? Я что-то забыл. Ну, по-моему, то там проезжали не раз, потому что там не прочитывала, а потом потом читала, да. Эй! Вообще, Влада, если вы будете проезжать и тоже так уйдете с дороги, не пугайтесь. Сейчас покажу, как она соединиться. И это лучший участок, ребята, на платных, на всех платных дорогах, потому что здесь можно ехать официально 130 километров в час. Вот неужели нельзя полностью сделать такую дорогу? Ну, красота вообще нереальна. 130 официально. Класс! Мы заезжаем в Воронеж, город воинской славы. И с этого момента нам, родители, ехать ровно 500 километров. А пока немножко хочу вам рассказать. Смотрите, мы проехали 823 километра. В пути мы 8 часов, учитывая, что мы... Ну, еще пока машину там пока завел во дворе. Вот. И час времени, ну, минут 40 мы потратили на то, что мы обедали. Итого, ну, грубо говоря, 9 часов мы в дороге. Вот табличка взимания платы через 600 метров. Так. Здесь вот есть заправочка какая-то местная. Тарифы. Как обычно, все по классике. Так. И посмотрите, сколько здесь пунктов для транспортеров и для налички. Да, слушайте, этот, кстати, больше, чем тот был. Так. Проходим на 60. Оп. 50, 40. Отлично. Опять на 40 я прошел. Не рискую я не притормаживать. Ну, то, обратно здесь. Ну, и плохо, это ж локбом, вписаться. Ну, то, обратно здесь. Все. Едем дальше. Здесь можно 110. Ну, красава. Вот этот объезд в Воронеже мне вообще нравится, потому что здесь можно 130 ехать, официально 110. Вообще по красоте. Посмотрите, какой прекрасный закат. Все, сейчас буквально через полчаса стемнеет, будет темно. Не знаю, я, конечно, что смогу, вам еще покажу. Но в целом, вот платник, он такой. И вот сейчас, когда солнце, упадет за горизонт, будет темно, и мне лично уже будет ехать тяжеловато. Вообще не люблю ездить, меня же ночью. Но сумерки почти вот пережил. И вот мы заехали в Липецкую область, и здесь сразу начинается пункт взимания плата очередной. Он уже не такой широкий, как те предыдущие были. и у нас слева вот для нас, получается, для транспортера. И как здесь будет сейчас пробка, пробка. Ладно, сейчас так прям за куры. А нет, десятки. номиналы, как обещают, военные сильного шума от них не будет. Ого. Так, ну что, снова на 40 километрах я проехал. Все, едем дальше. Так, мы в пути вот именно едем 8 часов 55 минут, плюс 40 минут у нас на обед. Проехали мы 916 километров, да, помните, я заливал полный бак, запас был на тысячу километров. Сейчас вот загорелась у нас лампочка, и запас хода пишет 118 километров нам еще ну то есть получается, да, чуть больше тысячи с копейками запас хода. Сейчас буду искать Роснефть, залью еще на полторашку, но это с тем условием, что пока мы будем еще родителям кататься, а потом когда уже обратно поедем, я заправлюсь. Никто не передает. все все красоты тысячу. Так, заезжаем на Роснефть, здесь уже дизель по 48 рублей, нифига себе. Тупо дорожало жестко, но пока едем, дорожает. Ладно, так, ну что, смотрите, вот я залил на 1500, сейчас посмотрим, насколько мне этого хватит. ну что, смотрите, мы вроде опять имеем чуть-чуть поменьше, чем полбака и запас хода на почти 500 километров. Ехать нам 400, но он сейчас еще изменит, запас хода чуть больше будет. вот, ну короче, ну хватит еще покататься там у родителей. Сразу после заправки попадаем на пункт опять оплаты, где, посмотрите, очередь даже вот по транспортеру. Обалдеть! Плотно здесь. Маленький, очень узкий участок, очень узкий участок. Я думаю, что в сезон здесь будет ой-ой-ой, ну в смысле в ту сторону море днем. Так, а этот платный участок у нас уже Тульская область, и мы недавно в нее заехали. И вот, собственно, он вообще такой узенький, всего всего лишь шесть постов. Оп! Оп! Заезжаем, заезжаем, отлично! Ну вот, снова на сорока километрах. Я прошел. Так, здесь классный начинается участок. 110, можно разгоняться. Отлично! так, времени у нас уже пол-одиннадцатого, детвора уснула, вот, а Настенька на меня прям по лицу мне фонарем светит, чтобы хоть что-то было видно. Нам осталось совсем чуть ехать, примерно на 220 километрах, и все, и мы добрались. Но еще, по-моему, есть платные участки, поэтому не переключайтесь, нужно еще подвести итоги, сколько ушло финансов на данную поездку. Так, мы по-прежнему в Тульской области, но сейчас уже должна начаться Московская, и вот мы подъезжаем опять к платнику, как можно заметить, он очень широкий. Вот, и сейчас выбираем снова окошечко, любое, людей вообще почти нету, вот, ну давайте прямо вот, за вот этим, что ты так сбавляешь скоростью. Вот, и мы проехали. Пополнить еще одно. Так, это типа был пост ДПС, тут съезд на Тулу. Все, мы, короче, подъезжаем к Московской области уже. Вот, смотрите, у нас такая табличка Москва 210, Кашира 104, но сам центр Москвы нам не надо, нам нужно чуть раньше свернуть. Вот у нас пост, и это значит, что мы заезжаем в Московскую область. Так, все тихо, спокойно, нас не останавливают. Вот весь знак Кашира 54, Москва 172, и вот вот сразу здесь большой придорожный комплекс. Так, мы проехали 1217 километров, нам осталось прям совсем чуть-чуть. Мои все, все спят. Я, конечно, уже подустал. Подвещаем значит вот еще к этому кладнику. Так, ну что, мы уже подъехали к А 108, это такое в Москве, кто не знает, бетонное кольцо. Он мне предлагает сюда поехать, но у нас получится на плюс 10 минут дольше. Поэтому мне это неинтересно. Едем до малого бетонного кольца и уже там будем съезжать как раз на него. А здесь вот может кому-то надо будет. здесь можно повернуть например на Коломану если здесь под Восхови либо вот на Чехов на Сербов и уехать. Драсса М2. Вот он крайний крайний так называемый терминал. Посмотрите сколько тут машин даже так а мы сейчас вот так сделаем оп вообще капец в общем ребята мой совет если вы видите что есть небольшая пробка там где есть наличка то лучше вставать конечно там где транспортеры потому что они прям быстро проскочили а вот я снова простоял в очереди снова потерял времечко ну ладно едем дальше у нас нас пока не было открылся какой-то цкат меня навигатор повел по нему вот видите цкат я в итоге не стал рисковать там не поехал ни фонари ничего думаешь уберемся в какой-нибудь тупик вот но это типа тоже какая-то кольцевая дорога типа видимо типа бетонки она тоже платная я поехал по стандарту по бетонке чуть подольше на 2 минуты ну ладно так ну что как говорится виничная прямая потом съезд уже на подольск подольск климовс это дорога южный обход города без дофорная поэтому сюда ныряем и все и нам осталось 5 минут так ребята все нам ехать осталось буквально 5 минут подъезжаем уже к району я хочу подвезти итог короче что касается топлива залили на 4 100 с копейками потом на полторашку я думал нам еще останется здесь покататься в итоге нет смотрите стрелка легла вот прям легла вообще что касается времени да за сколько мы доехали выехали мы из 5 11 из двора вот сейчас время без 20 час то есть по сути за 13 часов мы доехали ну и плюс час на перекус на обед вот как-то так кого интересует время за сколько можно добраться но это но это говорю это если при условии что вы держите постоянно максимально разрешенную скорость на дороге вот ну и плюс ну и плюс и плюс все что у нас а по транспортеру 1550 и закинул осталось на балансе 125 рублей почему-то он не списал в последний последний пункт оплаты не знаю может потом спишет ну в принципе все пишите как вам дорога как вам вообще в целом М4 да и в целом пишите комментарии они помогают в развитии канала я с вами прощаюсь наверное меня уже даже не видно увидимся с вами завтра в новом видеоролике пока